Кроме того, что мне это всегда тема очень интересная, я готова рассказывать о «Пятидесятниках» долго и много. И еще сейчас для меня сегодня дебют, потому что я совершенно перестроила план своего выступления и хочу попытаться оттолкнуться не от темы легальной и нелегальной жизни верующих, потому что на эту тему много уже сказано и написано. А хочу сделать немножко по-другому, а хочу рассказать о легальной и нелегальной жизни через призму, через взгляд и жизнь одной семьи «Пятидесятнической». И здесь, мне кажется, как раз у нас с вами есть точки соприкосновения. Так, вот, сейчас я включу. Так, видно, да, надеюсь, мою презентацию? Да. Да, я пытаюсь сделать ее на полный экран, но почему-то у меня немножко так. А вот так получилось, да? На полную. Только мы начнем вот... К сожалению, готовя презентацию, я поняла, что в редкий случай у меня совсем нет визуального материала. Это будет единственная картинка, но зато я ее вам показываю. Это 68-й год, крещение в городе Елуторовск, Тюменской области. Мы видим страничку Зума, а не презентацию. Так, жалко. А как мы ее сделаем? Сейчас, если я закрою страницу Зума вообще... Вот сейчас, кажется... Сейчас совсем презентация закрылась. Может быть, еще раз попробую загрузить? Сейчас. Так, а надо попробовать еще раз разрешить мне? Да, конечно. Попробовать просто еще раз его провести. Так. Потому что я смотрю... У меня нет в демонстрации экрана, мне надо снова, видимо, разрешение. Да, да. Сделайте share screen. И потом там на экране должны появиться вот все экраны открытые. Да. Так вот у меня как раз и нет открытого. На экране у меня почему-то нет. Как это не... Вы открыли у себя компьютер этот фазел? Да, он у меня открыт. Запущен. Так. Так. Вот он. И как? Надо нажать на вот этот... Там у него самого показывается этот share. Окошко такое. Не просто там в зуме, а на нем там уже показывается. О, что-то... Да, что-то... Теперь видим ваш компьютер. Десктоп вашего компьютера. Вот оно. Да, теперь видим. Да, теперь видим. Мы его победили. Да. Да, да. Да, мы молодцы. Сейчас я попробую все-таки его запустить, чтобы был на полный экран. Вот. Ага. Да. Ну, так... Смотрите. Вот это та самая единственная картинка, которая будет на всю презентацию. Вот. А дальше будет... Ну, будет текст. Итак. Ну, сначала я хотела начать с того, сколько было евангельских верующих в СССР, но на самом деле этих данных, как таковых, точных данных на эту тему нет. И я знаю, есть хорошая работа Алексея Синичкина, который пытался посчитать по данным в СССР, сколько было верующих, евангельских верующих в советские годы. Но, правда, Алексей берет с 48-го по середину 65-го года до раскола, до появления Совет Церковцев. И... Вера, я извиняюсь, не могли бы вы расшифровать, что это? А, СССР, да. Это Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов. Спасибо. Да. Дальше, тогда я сразу просто объясню. СДР – это Совет по делам религий, ХВЕ – это Христиане веры евангельской. Это другое название пятидесятника. Так, по-моему, тут больше нет сокращений. Вот. И почему? Ну, потому что в историографии, как в конфессиональной, так и затем в светской, в академической, постоянно встречаются цифры о пятисот, пятистах тысячах верующих, пятистах тысячах протестантов в Советском Союзе. И вот по данным Алексея этих пятисот тысяч нет. Почему мне важна цифра была пятьсот? Потому что по поводу пятидесятников, когда мы, когда я смотрела материалы правозащитников, они тоже говорили о двухстах тысячах, о пятистах тысячах пятидесятников. Ну, то есть вот абсолютно такая какая-то сакральная цифра, которая вот, вот она большая, пятьсот тысяч. По тем данным, которые мне удалось найти, вытащить, пятидесятников было значительно меньше. Их было, ну, наверное, их было, это было где-то 10-15 процентов от пятисот. То есть вот видно, что в шестьдесят втором году проводился единовременный учет в шестьдесят втором году, когда были подсчитаны все незарегистрированные верующие, то есть не относящиеся к все их Б. И вот как раз здесь получается, что в шестьдесят втором году было около пятидесяти тысяч пятидесятников. И примерно двадцать две тысячи, которые входили во все их Б, то есть относились к зарегистрированным церквям. В семьдесят третьем году примерно такая же цифра. Видите, тридцать две тысячи действующих как бы самостоятельно. Что такое самостоятельно, мы не знаем, потому что в семьдесят третьем году они могли быть либо нелегальными, незарегистрированными, либо они могли быть входить в автономную, в автономные общины, то есть общины, которые были зарегистрированы, учтены, но не относились к все их Б. И около двадцати восьми тысяч, которые входили вообще на все их Б. Вот примерно вот пятьдесят тысяч. Когда я говорю и когда вообще обсуждается тема легальности и нелегальности, вот евангельские верующие в границах легальности, это, конечно, прежде всего это общины все их Б. И вот как раз в эти общины единое, хотя они и назывались общиной евангельских христиан-баптистов, они объединяли верующих, разных евангельских верующих. Но насколько я помню, на вот пред-пред семинаре Надя про это говорила, да, Надя Белякова. И вот как раз часть пятидесятников, они в 1945 году, в 1945, прошу прощения, было подписано августовское соглашение между лидерами пятидесятнического движения и все их Б, и часть верующих пятидесятников тоже вошли в эти же церкви. Но на самом деле там очень интересная история, потому что очень долго в историографии существовало мнение, что вот бедные, бедные, несчастные пятидесятники, им пришлось смириться, смириться для того, чтобы у них была возможность официально, легально собираться. И им пришлось отказаться от части своих обрядовых практик. То есть это прежде всего, конечно, молитва на языках, да, гласолалия, потом еще практика омовения ног и крещение Духом Святым. Но на самом деле вот им пришлось отказаться, смириться для того, чтобы все было легально, законно и хорошо. На самом деле, когда сейчас мы смотрим документы, и когда мы, я читаю личные документы, письма, то там видно, что история немножко развивается по-другому, что на самом деле пятидесятники, они сделали для них вхождение в состав этих общин. Это было такой возможностью евангелизации других верующих. Миссионерство было запрещено в Советском Союзе, а здесь как бы на полном легальном основании можно среди членов своей общины продолжать говорить об обязательном духовном крещении и так далее, и так далее. То есть это на самом деле очень интересная история, которая в чем-то требует продолжения, надо ее исследовать. Вот, дальше. Кто из евангельских верующих оставался как бы за пределами легальности? Конечно, понятно, что первый, кто приходит на ум, это евангельские христиане-баптистов из Совета Церквей. То есть они вышли в начале 60-х, в середине 60-х. И другие – это пятидесятники, потому что в 45-м году многие пятидесяти, ну как многие, около двухсот пятидесятнических общин вошли в состав всех, а потом в 48-м году вышли. Ну, не все, конечно, но какая-то часть вышла. И их лидеры, тот же самый Бедаш, Афанасий Иванович Бедаш, который подписал августовское соглашение, а потом точно так же в 48-м году вышел, отказался от всего, от этого. Он был арестован. А те верующие, религиозные лидеры из пятидесятников, кто остался на свободе, и чуть позже, это было уже позже, они образовали так называемый киевский епископат. Почему киевский? Потому что они собрались в Киеве. Вообще, надо сказать, что к 80-м годам евангельские верующие делились, организованные общины, церкви, делились как бы по характеру взаимоотношений с государством на три группы. Это зарегистрированные, автономно зарегистрированные, автономная регистрация была разрешена с конца 60-х, и нерегистрируемые, ну или так называемые нелегальные. И как раз вот большинство пятидесятнических общин, они были нерегистрируемые, причем им официально не разрешали регистрацию, объясняя это тем, что они практикуют изуверские обряды. Изуверские в кавычках, разумеется. И это всего, и это, прежде всего, конечно, то самое крещение Духом Святым и Голосолалия. Вот. Дальше. Большинство евангельские, вообще советские верующие, воспринимались в публичном дискурсе в СССР, в позднем СССР, конечно, как маргинальное. И вот эта вот маргинальность, она очень часто, она встречается и в такой пропагандистской идеологической литературе, и в разговорах, когда начинаешь собирать устную историю, разговаривая с очевидцами тех событий, то есть тех, кто жил в 60-е, 70-е, особенно если это были люди неверующие на тот момент, для них вот все верующие находились на периферии сознания. И прежде всего это, кстати, верующие протестанты, которые все были маркированы как сектанты. Если еще православные, ну, для Российской Федерации, для РСФСР прежде всего, для них православие все-таки воспринималось как некая такая культурная религия, и у меня даже есть замечательная, в одном из интервью есть такая цитата, когда старец, пятидесятница говорит, что ей, ее бил, избивал муж, говоря, что ну что ж ты чужую веру приняла, была бы ты хотя бы православной. Вот, это вот 60-е годы. Ну, опять, в 60-е, середине 60-х, если мы посмотрим работы того же Клебанова, и, то есть, все эти известные нам с вами фамилии исследователей, и Митрохин, и Лялина, и Москаленко, кто занимался, писал именно по пятидесятникам, они начинают говорить и писать о том, что все-таки нет. Есть две группы верующих, вот большинство это верующих, простых верующих, это советские люди, они как бы нормальные, да, но вот они просто немножко верующие. А вот есть те, кто возглавляют религиозные общины, то есть, религиозные лидеры, они как бы вот, нет, вот они-то как раз неправильные. И вот эта вот установка разделения на тех, кого мы готовы принять, потому что они немножко заблудшие, и тех, кто, и вот этих вот упрямых, упрямых лидеров, она продолжалась до конца восьмидесятых. Хотя, мне кажется, очень часто встречается это и до сих пор, особенно если начинаешь общаться с атеистами, которые тоже встречаются. Вот, и сейчас я хочу рассказать и посмотреть вообще, как вот это вот сочетание легального-нелегального, то есть, соответственно, пятидесятники в большинстве своем случае, они как бы формально были нелегальными, потому что их общины были не зарегистрированы, собирались они нелегально, но жили они в советском обществе, работали они там на советских предприятиях, общались они с людьми, и в принципе, они были советскими людьми. И вот это вот сочетание легальными советскими, вот это вот легальности и нелегальности, вот мне показалось очень интересно и интересно посмотреть на историю одной семьи. Это интервью я взяла в городе Перми в пятнадцатом году, когда приезжала туда на полевое исследование в общину ОЦХВЕ, Объединенной Церковью Христиан Веры Евангельской. ОЦХВЕ – это церковь, в основе которой находится, ну, на тот момент возглавлял знаменитый, известный пятидесятник, которого знали очень, ну, мне кажется, он, его фамилию знали даже неверующие, потому что это Иван Федотов, Иван Петрович Федотов. Это Федотовская церковь. Так вот, история этой семьи. Меньшиковы, Александр Ефимович и Нина Петровна. Они уверовали примерно в одно и то же время, 54-55 год, то есть первым пришел Александр Ефимович, он стал верующим, он очень интересно стал верующим. Он приехал в город Пермь, тогда еще город Молотов, да, Молотов, и поселился на квартиру. И вот старушка, квартирная хозяйка, у которой он жил, она его обратила. То есть она начала с ним разговаривать о Боге, и он как-то вот так сложилось, что он взял и уверовал. Ой, я с ним не брала интервью, потому что он умер, он умер в 51 год, да, в 51 год, то есть он умер в начале 80-х. Это по словам его детей. Дальше. Нина Петровна пришла на год позже, ее привела старшая сестра, которая сначала была православной. Они сходили вместе с этой сестрой в православную церковь, и дальше там такое такое объяснение, рассказ. Вот я пришла в церковь, а там они все в черном, там одни старушки. И мне это, мне показалось это страшным. И через какое-то время они вдруг приходят к пятидесятникам на нелегально, не на разрешенное, сразу говорю, собрание. И дальше Нина Петровна говорит, а там молодежь, и мне там интересно. И с тех пор она там осталась. Вот. Поженились они в 56-м году, у них 12 детей. Работала, как вы видите, сначала так, назад. Нина Петровна сначала работала на мясокомбинате несколько лет, а потом ушла, стала работать уборщицей. Причем как-то в рассказах у меня записано, что она работала уборщицей в отделе кадров. Ну вот. Дальше. Александр Ефимович работал сначала на машиностроительном заводе имени Ленина, а затем в сталиплавильном цехе. В 64-м году его осудили. Он получил пять лет. Был выслан в поселок Усть-Черное. Это на севере Пермской области, тогда еще Пермской области, сейчас Пермского края. Через три года за хорошее поведение его освободили, и он вернулся обратно в Пермь. Работать на заводе не смог. Его не взяли обратно на завод, на машиностроительный, потому что это завод вообще оборонное предприятие. Сразу скажу. Добавлю. И работал после этого, он работал на кирпичном заводе. Пока он был в ссылке, к нему приезжала его семья. То есть он в ссылке жил вместе со своей семьей. Что интересно, на что интересно обратить внимание? На то, как относились, по рассказам, конечно, как относились к верующим на работе. То есть смотрите, вот здесь я нашла, выписала, поставила цитаты. Цитата. На оборонном заводе. Во-первых, Александр Ефимович, он, став верующим, вышел из комсомола. Перестал быть комсомольцем. Его и на мои вопросы, в данном случае я даже иногда напрямую задавала вопрос. Преследовали ли? Были ли какие-то притеснения, нехорошие слова? Гонения я старалась не произносить, но смысл был вот тот же самый. И вот на оборонном заводе до суда, до суда, у него было, то есть, как вы видите, его, с ним беседовались, то есть с ним проводили разъяснительную работу. Потом в какой-то момент перестали, сказали бесполезно. Интересно, что вот эта фраза перестали беседовать, потому что бесполезно, она в устной истории верующих встречается достаточно часто. Да, вот как такой маркер устойчивости в вере. Более того, над ним было несколько товарищеских судов до того, как его осудили за тунеядство. И история с товарищескими судами, это начало 60-х, их вообще была такая достаточно распространенная история. Более того, при доле успеха протоколы товарищеских судов сохранились до сих пор. И их, и по этим протоколам очень видно, видна и объяснение верующих, почему они верующие, как они себя, как они воспринимают окружающую действительность и как их воспринимают, как относятся к ним, как относятся к их детям и так далее. Вот. Это Александр Ефимович. Дальше. Мясокомбинат, это как раз, это Нина Петровна. Да, у нее здесь все хорошо. То есть она, да, она была верующей, но ее никто не преследовал. Она пыталась говорить, но ее все было хорошо. После того, как они вернулись из ссылки в 68-м году, Нина Петровна, там, Александра Ефимовича не взяли на завод, он пошел работать на кирпичный завод. А что рассказывала про себя Нина Петровна? То, что она вот стала работать техничкой, и мне очень нравится, нравится ее, но это не ее рассказ, интервью было коллективным, была она и четверо ее детей. И вот дочка Тамара, она вот мне как раз рассказывала, что мама пошла техничкой, мама сидела и говорила, да, так и было, так и было. И вот эта вот история, что ее вызывает начальник, начальник с ней пытается, там, вот, зачем ты веришь, зачем ты ходишь. И одновременно с этим он говорит, что вот, она работать может, работала хорошо и так далее. И вот какая женщина. И дальше, что беседовая, и дальше уже объяснение, объяснение самих спустя 68-й год, получается, спустя 40 лет, да, их заставляли. Вот начальник отнес себя хорошо, поэтому его заставляли, это была его, это не его инициатива, ему это было не надо, и весь этот разговор был формальность. Дальше. Понятно, что очень важно было, как жили дети. Что происходило, что происходило у детей, детей верующих. И вот это вот школьная жизнь. Кто-то из них, по-моему, Вениамин, один из собеседников моих, он сказал, там хорошая фраза, у нас двойной жизни ни у кого не было. То есть, если мы были верующими, мы верили, мы в школе про это говорили. Потому что, и дальше вот приводится пример, как с ними работали, как с этими детьми работали в школе. А это как раз конец 60-х, 70-е годы. То есть, чтение рассказа «Медный крестик». Здесь что интересно, что на самом деле вот эта атеистическая работа в школе велась людьми, не знающими специфики. Если, конечно, это было нацелено именно на работу с сектантами, в кавычках, то как бы не знали их специфики. Потому что, а кто был крещен? А они никто не крестились. Да? Мы знаем, что пятидесятники и баптисты принимают крещение уже в сознательном возрасте. Да, были случаи 13-14-летних крещений, но это редкость. А для советского времени это совсем-совсем редкость. В советское время старше 18-ти старались крестить позже 18-ти лет. Другой способ такой работы атеистической – это фотографии. Вот та самая фраза «Гагарин в космос летал и Бога не видел», которую периодически, повторяю, которая стала расхожим таким мемом. Здесь тоже попытались, учительница попыталась это использовать. Вот космонавты в виде «в Бога не верил» и так далее. Дальше. Что еще? Тоже школа. Понятно, что учась в школе ребятам, детям приходилось принимать решения и вообще в отношении всех этих советских практик и участия в общественных советских организациях. Конечно, понятно, что прежде всего имеется в виду пионеры, комсомол. И вот, кстати, по поводу «Октябрят» интересно. Мой вопрос – вступали ли вы в «Октябрята»? Вот были ли вы «Октябренком»? Мне говорили – ну, повесили там звездочку. То есть вот «Октябрята», как такая первая ступенька перед пионерией, комсомолом, она вообще не воспринимается. Ну, что-то там было, ну, непонятно что. А вот уже пионеры – это было такое осознанное решение. И вот тоже и те цитаты, которые я вынесла на презентацию и в других интервью рассказывали, очень часто рассказывали, что мы сами не хотели, мы сознательно не хотели становиться пионерами. Почему? Потому что надо приносить клятву. Клясться нельзя, мы не будем клясться. Вот. Дальше. Здесь, кстати, во второй цитате мне очень нравится сравнение с Павликом Морозовым. Особенно, когда мы говорим об этом сейчас, в постсоветское время, да, реплика учительницы. А мы думали, ты будешь как Павлик Морозов? Она вот несет такой очень интересную, нагруженную очень интересной коннотацией. Армия. Тоже, когда идет речь о службе в армии, это для советского времени и для советских пропагандистов и обвинителей, выступающих против тех же самых пятидесятников, баптистов, для них это была такая благодатная почва, они сразу начинают, это же традиционная реплика о том, что вы пацифисты, вы в армии не служили, соответственно, вы не берете в руки оружие, вы предатели. Вы не будете защищать страну, если что-то случится. И подобный тезис проходит в том числе и в атеистической литературе. Он часто встречается. Именно вот эти пацифистские настроения со знаком минус. На самом деле, когда начинаешь разговаривать с верующими того периода, вот в данном случае из семьи Меншиковых, один из вопросов. Вы служили в армии? Да. Все участники моего интервью, младшего поколения, Вениаминов и Владимир, они сказали, что они оба служили в армии. Причем, если здесь по интервью видно, что вот выбора не было, я шел на службу, потому что деваться было некуда. В других случаях мне говорили, что я хотел идти. Да, я не собирался принимать и присягу, я не хотел брать в руки оружие, но я в армию собирался. Почему? Вот очень интересно, и как вообще выстраивалась вот этот вот момент, для чего им была нужна армия в том числе. Понятно, что, с одной стороны, для некой легитимации, что для ответа на обвинения вы, пацифисты, вы предатели, вы в армии не служите, в том числе в армии не служите. На это всегда есть ответ. Нет, неправда, я служил в армии. А в другом, очень интересно, для части молодых верующих это был еще такой способ проверки себя. Насколько он крепок в вере, насколько он крепок в своих убеждениях, потому что пройти очень сложно было не принять присягу. И более того, был такой вариант, если верующий пятидесятник понимал, что он может сломаться, что он может, что он вдруг, но примет присягу, он не принимал крещение водное. То есть он не становился членом пятидесятнической церкви, он оставался просто верующим. А некоторые, наоборот, сознательно. У меня есть такие интервью, где они говорили, мы специально принимали крещение для того, чтобы понимать, что все. Вот дальше ты не должен, ты уже сделал свой выбор. Ты остался с Богом, а не... Вот. И понятно, что кому-то было тяжело тоже по историям, кому-то было проще в армии. И вот здесь мне в этой цитате очень интересно, мне очень нравится история о том, как стройбат, уголовник, это вот последний абзац. В основном хорошо все относились, да? В стройбате стройбат принимали уголовный контингент, и, соответственно, они не принимают присягу, и мы не принимаем, да? Ну вот, и они почему-то ассоциировали, что тоже против власти. Это, мне кажется, очень такое тоже показательная цитата. Итак, я уже упоминала, повторю сейчас еще раз, вообще существовал такой очень стандартный набор представлений о том, какие они верующие, и в том числе молодежь. Да, вот. Не участвуют в общественной жизни, не ходят в кино и театр, не читают книги, не увлекаются спортом. То есть такие забитые, зажатые, не понимающие радости, прелестей жизни. И, смотрите, с другой стороны, вот, для меня это такой-такой превентивный ответ, потому что пятидесятники из города Сарапула, ну, правда, эта цитата взята из журнала «Наука и религия», сразу скажу, 1976 года, где они, и это пятидесятники из зарегистрированной общины, которые входили в состав СФБ, вот, они сразу же, все эти стереотипы, мы законы признаем, дети в школе учатся, мы им разрешаем вступать в пионеры и комсомолы. Действительно, кстати, вступление в пионеры, вступление, не вступление, это было личное дело каждого. Вот с кем бы я ни разговаривала, они говорили, нам родители не запрещали, они говорили, думай сам. Дальше. Медицинским лечением, там, вот, пользуемся, работаем, в армии служим и так далее, и так далее. То есть, вот, на все эти обвинения вы не делаете, они говорят, нет, мы делаем, вот, мы во всем этом участвуем, мы такие же. И вот, что рассказывает Меньшикова на эту тему, про стереотип «Бедные несчастные дети сектантов», здесь очень, телевизора у них не было. Но, опять, был, но сломался. Интересно, что телевизор в другом интервью, мне сказали, так, это время такое было, у нас вообще ни у кого телевизора, у нас на весь подъезд был один телевизор, это, конечно, 60. Мы всей семьей ходили смотреть этот телевизор. А кто-то другой из верующих мне рассказывал, что, да, у нас, ну, семья бедная, мы купить себе телевизор не могли, но зато мы иногда, а магазины, где продавались телевизоры, какие-нибудь экраны или горизонт, вот как-нибудь так они назывались, там всегда в витринах стояли, стояли работающие телевизоры. Они говорят, вот мы подходили и смотрели, особенно когда мультики были. Это было очень приятно, очень интересно. Мы любили туда ходить. Дальше. Кинотеатр разрешалось, но насколько по другим интервью и потом в беседе все равно всегда объясняется, что, конечно, ходить можно, но смотря на что. Но ведь при этом это же политика любых родителей, которые думают, на какой фильм, на какой спектакль стоит смотреть ребенку, какой не стоит. Здесь, правда, интересно про цирк, потому что про цирк мне никто больше не говорил. Возможно, просто не было у моих других информантов такой возможности в цирке побывать. Вот здесь вот цирк не разрешали, потому что там гипнотизеры. Про литературу. Про литературу, как вы видите, тоже читали все. И то, что читали, об этом, это тоже не уникальное явление именно этой семьи. О том, что они читали и читали много, по-разному. Кто-то любил читать, кто-то читал школьную программу. Тоже постоянно встречается. И здесь тоже есть очень хорошая фраза, что мы пропагандистские книги читали, потому что было интересно. Читали и думаешь, что про нас придумали. И дальше здесь же моя информантка рассказывает про реакцию на фильм Туча над Борском. Как они воспринимали этот фильм, как к нему относились. Интересно? И вот реакция на этот фильм не только самих верующих. Пришла уполномоченная женщина переписывать и спросила, а вы детей-то в жертву приносите? И молодец отец Александр Ефимович, который ответил, что у меня 12 детей. Вот у вас двое, у меня 12. Кто из нас условно жертву приносит? Когда? Итак, это внешний контур, легальная жизнь. То есть то, что, с одной стороны, ответ на какие-то вызовы, реакции со стороны светского общества и государства, то есть то, что видно. А есть еще все-таки была жизнь нелегальная. Жизнь внутри общины, внутри церкви и внутри самой, внутри семьи. Вот запретная тема. Потому что всегда интересно, а как детям объясняли? Говорили ли вообще детям? Принято ли было детям говорить? А вот вы не рассказывайте, что мы другие? Вы что не рассказываете? Да, вот как не рассказываете? Потому что, когда читаешь воспоминания, опубликованные воспоминания, очень часто видишь, там проходит такая мысль, а мы изначально знали. Мы вот как-то росли, мы росли в такой среде, в такой атмосфере, что нам было само собой разумеется, что не надо говорить о том, что происходит у нас дома. Не надо говорить, что мы ходим на молитвенные собрания и так далее. Вот. И как вот эта атмосфера создавалась, например? Родители это объясняли. Приезжали, кроме родителей, приезжали еще другие верующие. А Пермский край – это все-таки территория, это территория лагерей. И там были, в том числе в этих лагерях, заключенными были верующие. И вот как раз Ольга Мурашкина, жена Владимира Мурашкина, с подвижника Ивана Федотова, она приезжала в Пермь несколько раз. И вот такие жены узников, узников совести, они много рассказывали. Сама… Мне удалось в свое время взять интервью у Мурашкина, и он тоже рассказывал, что потом уже после освобождения в Перми, в других городах или до того, как он был арестован, им приходилось… Они, разъезжая по стране, приезжая в другие церкви, они тоже объясняли, что не надо все рассказать. Есть темы, которые лучше не обсуждать, и не надо о них говорить. Это такое как бы… Ну вот я сейчас говорю, у меня почему-то вот слепок того, что творилось в период репрессий, в период ГУЛАГа, знали, но не надо говорить. Вот в этих семьях это было и позднее, и в позднем СССР. Смотрите, как интересно. Вот следующая цитата. Когда девушку попросили рассказать, вызвала директор школы и потребовала рассказать, ну, кто у вас, да, что у вас там происходит на молитвенных собраниях, ну, наверное, там как-то по-другому было сформулировано. Ее интересовали, интересовало, что там происходит, да. И как она объясняет, как эта девочка, Тамара, объясняет, почему она не стала говорить, да. Иуда предатель, он предал своих, потом удавился, да. Что ж я буду своих сдавать, предавать, а потом давиться, что ли? Ну ладно. Дальше. В чем еще, что еще было такого, что было нелегального, действительно нелегального? Это, конечно, прежде всего, для всех верующих, для всех пятидесятников, это молитвенные собрания. Молитвенные собрания, причем, раз это была незарегистрированная церковь, у них не было своего здания, разумеется, и очень часто они собирались, когда холодно, собирались в каком-то доме, часто дома менялись, потому что владельцы, хозяева этих домов штрафовались, а если это было лето, то выезжали часто на природу. Более того, праздники, все праздники и все мира тоже старались проводить на природе. Интересно, что в том числе вот эта вот грань легальности, нелегальности или советского, не советского, она даже в языке присутствует, потому что выезды на природу в начале мая назывались маевками. И вот это так часто встречалось, слово маевка. Дальше, что еще? Запрещено было, было запрещено приводить, обучать детей религии, и, соответственно, приводить детей на молитвенные собрания. Детей водили, то есть всегда. Ну, на самом деле, водили детей и в зарегистрированных общинах. Только там их старались водить, брали не всегда, а пятидесятники объясняли, рассказывали, что старались брать всегда. Но это было. И вот эта вот нелегальность даже для разрешенных общин, для разрешенных, для зарегистрированных, для них это было само собой разумеющееся. И они это даже не воспринимали. Они понимали, что они нарушают закон, но не привезти ребенка в церковь для них было важнее, конечно. Вот. Итак, подхожу к выводу, что вот мне кажется, и я считаю, что жизнь советских верующих, вообще евангелика в советских, она находилась вот в этих двух пространствах, легально и нелегально. И вот эта грань между легальностью и нелегальностью, она была очень... Ну, ее не было как таковой. Она была вот проницаемой, подвижной. И не зависело, кем ты был, входил ли ты в зарегистрированную общину либо в нерегистрированную церковь. Потому что вот это вот привезти ребенка на молитвенное собрание ты уже нарушаешь закон. То есть ты уже поступаешь неправильно с точки зрения государства, но ты поступаешь правильно с точки зрения своей совести, своего мнения, отношения к религии, к Богу. Потом помощь возника. И вот мне кажется, что вообще вот три уровня для меня, я их вижу. Вот для всех верующих такое легальность, нелегальность, нарушение легальности. Точнее, ну да, нарушение легальности. Это, во-первых, понятно, что участие в молитвенных собраниях, если это не зарегистрированная община, все, ты априори нарушаешь закон. Дальше. Помощь возникам совести. Такая помощь верующим, которые были арестованы по разным причинам, она была, она существовала, и она была во всех общинах, и у баптистов, и у пятидесятников. За них какие могли быть наказания? Да, это могли быть разные наказания. Это штрафы, общественное порицание, товарищеские суды. Ну вот в каких-то случаях тоже для верующих мне рассказывали, что таким способом наказания, наказание рублем в кавычках, потому что не выплачивали, например, премии. Всем выплачивали, а верующему не выплачивали, объяснив, что ну ты же верующий. Не, не объясняли, что ты верующий, потому что это была возможность тогда написать жалобу. Это была бы дискриминация по религиозному признаку, говоря современным языком. Находились предлоги, по которым они не получали эти деньги. Дальше. Следующий как бы уровень, который уже был возможен не для всех. Это, да, вот распространение религиозной литературы, такая евангелизационная или миссионерская деятельность. Потом организация работы с детьми и молодежью, то есть проведение воскресных школ, организация воскресных школ и летние детские лагеря, такие небольшие выездные. Интересно, что воскресные школы, которые были официально неразрешены в Советском Союзе и, казалось бы, в регистрированных общинах их, которые были, предполагалось, что они должны быть законопослушны, они все равно были. Они были на неформальном уровне, но всегда находились люди, люди, которым было важно, важно работать с детьми и с молодежью. Работа с молодежью велась всегда, да, то есть с верующей молодежью. Распространение религиозной литературы все эти подпольные типографии, они были известны, известны типографии, подпольные типографии у Совета Церквей ЕХБ, но у пятидесятников, у пятидесятников тоже они были. Работы, они были не такие крупные, но встречаются, и мне в интервью рассказывали несколько раз о том, как в Казахстане Петропавловске печатали, правда, что печатали, не вспомнили, но вот рассказ о том, как мы печатали закрыто, это была закрытая избушка и так далее, эта история была записана мной. Дальше, и, наконец, понятно, последний, последний этот уровень, вот это вот меньшинство верующих, это те, кто был готов на какие-то активные действия, те, кто мог, ну, радикальные действия, это прежде всего участие в иммиграционном движении, вот как раз вот это меньшинство было готово уходить совсем на нелегальное положение, разрывать все связи с государством, то есть это иммиграционное движение, которое было и у пятидесятников, и у Совета Церквей, это они писали письма протеста, они взаимодействовали разными способами, общались с правозащитниками, выходили на общение с иностранцами, передавали информацию на Запад, да, и для них же тоже было характерно отказ, категорический отказ от военной службы, то есть не просто отказа, когда молодой человек говорил, я пойду в армию, но не буду принимать присягу, а по-другому, что я не пойду служить, совсем не пойду служить, за что полагалось уголовное наказание. Истории, когда детей, детей не отдавали, а, были случаи, но, правда, я не могу считать это радикальным действием, как, для меня это, скорее, такой способ был шантажа, по крайней мере, в тех историях, которые мне рассказали, отказ от участия в выборах. Но почему я считаю, что это такой способ шантажа, потому что мой собеседник, пятидесятнический епископ, правда, епископ, он стал уже в постсоветское время, а тогда был просто активным верующим, он однажды сказал, что да, мы в Петропавловске отказались, отказались идти на выборы, потому что была опубликована статья про нас, про нашу церковь, и эта статья была плохая, вот где все вот эти стереотипы о том, что они плохие, и в том числе в жертву людей, детей приносят, вот там все эти страхи были опубликованы. И он сказал, пишите, вот будет опровержение, мы придем на выборы. Вот такой случай вот у меня тоже есть в моей копилке устных историй. Но на самом деле, на самом деле, как мне кажется, я сегодня уже тоже про это думала, что для большинства обычных верующих, и здесь, наверное, все-таки можно не обязательно говорить, что это евангельские верующие, православные верующие, еще, ну, для большинства верующих, которые жили в советское время, они вот жили такой обычной обывательской жизнью, они, в чем-то они были советскими людьми, в чем-то они усваивали советские практики и ценности, а в чем-то нет, то есть все равно религиозные убеждения были для них важны. Но вот все-таки вот этот вот... Скорее они были верою, они были той вот этой группой, группой советского населения или частью советского населения, которая находилась, ну, вот, как мне кажется, на такой своеобразной грани между легальностью и нелегальностью, ближе к... Но все-таки, прежде всего, легальностью. Когда на нелегальный, вот, уход в нелегальность происходило только при какой-то эскалации, там, конфликта или при каких-то действиях. И очень часто эти действия были со стороны властей. А так, в целом, да, это были обычные, ну, почти обычные советские граждане. Ну, все, наверное, на этом. Не знаю. Вера, очень большое спасибо за ваш интересный рассказ, за ваш глубокий поиск истины. И очень большая радость, что мы можем здесь находиться и задавать эти вопросы. Хотелось бы, ну, первую очередь, спросить коллег из России, какие у вас вопросы или комментарии, или ваши, ну, размышления на счет этого. Сразу хочу сказать, пожалуйста, тоже пишите в этом чате, пишите вопросы, пока Вера будет отвечать на очередной вопрос, чтобы уже следующий был написан, можно его посмотреть, передумать и ответить. Да, прошу. Вера, может, я хочу вас спросить. В первую очередь, может, видим теперь из этого нажима, что мы все видели друг друга. Так, я ее закрываю. Да, да. Так. И нет, у меня открылся мой, то есть мне надо убрать. Там сверху можно убрать, остановить. Да, стоп, ой, да, прекрасно, спасибо. Прекрасно, мы все вместе еще друг друга видим, слышим. Пожалуйста, прошу ваши вопросы. Йоханнес, прошу вас. Вера, большое спасибо за доклад. Было очень интересно окунуться в атмосферу 60-х, 70-х годов. У меня ремарка и вопрос. Ремарка по поводу количества протестантов в Советском Союзе. В Гарфе, фонд 6991, опись 3, имеется документ «Председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов», Яков Иванович Житков пишет в Совет по делам религиозных культов. Вот американцы у нас спросили, сколько нас. Что вы нам порекомендуете? Ну, ему рекомендуют. А вы говорите, что у вас 500 тысяч. Цифра 500 тысяч, она как-то вот сохранилась до конца 80-х годов. Причем интересно, что в той же самой третьей описи существует документ с некоторой расшифровкой этого «Чуда 500 тысяч». Идея была та, что 300 тысяч взрослых и 200 тысяч так называемых приближенных в принципе членов семей. Если считать количество баптистов в регистрированных в то время общинах, это год, наверное, 47-48, их было порядка 270 тысяч. То есть 300 тысяч это такая более-менее реальная цифра. Это была ремарка. Теперь вопрос. Если сравнивать с Советом церквей, то мы можем на основании тех же самых документов Совета по делам религий говорить об ужесточении политики против них во времена Андропова. И мой вопрос такой. А можно ли на основании ваших изысканий говорить об усилении давления в той или иной форме на нелегальных пятидесятников? Спасибо. Юханес, спасибо. И спасибо за эту цифру 500 тысяч объяснение. Понятно теперь, откуда уши растут у нее. Да, мне тоже встречалось и встречались материалы, что как раз начало восьмидесятых это как бы такой новый и последний виток давления на пятидесятников, не только вообще на верующих, на нелегальных верующих. Действительно, более того, тот же самый Иван Федотов и Владимир Мурашкин, они, вот их последний арест, он приходится на начало восьмидесятых. И у меня в Петропавловске последний суд, уголовное наказание получил один из пятидесятников Андрей, я не вспомню фамилию, сейчас надо посмотреть, он как раз получил за обучение детей религии, его обвинили в том, что он возглавлял воскресную школу и это правда действительно, у него была воскресная такая школа, это был восемьдесят второй, вот по-моему, вот как-то восемьдесят второй, но вот это вот тот самый тоже период и вышел и он был освобожден в восемьдесят пятом кажется. То есть да, мне кажется это характерно для всех в Андроповский период. Спасибо. Ирина, прошу, простите, Вера, прошу вас загляните в чате, там есть благодарность от Андрея Ферта и вопрос тоже. Вопрос о отношении с неверующими родственниками. Знаете, а вот как таковых, вот чтобы совсем-совсем эту тему в интервью в устной истории мы не поднимали. У меня есть несколько историй, когда говорили как раз вот то, что ты неправильной веры, ты стал протестантом, ушел к этим гнусным сектантам, в кавычках, А вот так, в принципе, нет, не говорилось о том, чтобы их специально исправляли, либо евангелизация, про евангелизацию конечно говорили, когда, да, мы пытались, мы рассказывали, вот там у меня кто-то пил, вот отец, да, он был неверующим, он пил, я пытался ему свидетельствовать о Боге, да, конечно, встречается, но как-то вот, если честно, очень-очень скользь, потому что почему-то большинство интервью вот этих устных историй, они довольно, ну, вот я сейчас понимаю, они узконаправленные, на себя и на свою жизнь в церкви очень много, и только если уже дальше я начинаю раскручивать тему взаимоотношений, что происходило в школе, что происходило на работе, светское общество тогда, только тогда, а вот как-то с родственниками у меня почему-то это тоже не было такой главной темой, поэтому вот то, что я могу вам сказать. Андрей Ферд благодарит вас. Прошу, прошу вопрос. Да, спасибо. После Йоханнеса я боюсь, что мой русский язык, хотя он мой родной, будет звучать чуть-чуть хуже. Значит, я хочу вам задать вопрос. Во-первых, спасибо большое, было очень интересно. Я как раз вот именно в эти дни буквально заканчиваю статью про пятидесятников в Украине. И вот у меня, собственно, к вам вопрос. Вот я после сегодняшнего вашего доклада еще заглянул в ваши научные труды и, вероятно, что-то оттуда тоже возьму. Вы отметили какие-то региональные особенности отношения государственных органов власти или общества или, например, трудовых коллективах к пятидесятникам. Но если говорить в целом о славянском мире, я сейчас не буду говорить о Средней Азии, но вот так, европейской, даже не славянской, европейской части Советского Союза. Потому что я понимаю, что, наверное, очень специфически про Казахстан, но спасибо. Ну, про Казахстан, кстати, достаточно проще было бы, в том числе, потому что там было много высланных, в том числе, верующих, и там были большие группы и большие очень крепкие церкви на самом деле всех евангельских верующих. Вот региональные особенности, если смотреть документы, по Украине, конечно, ситуация, когда тот же самый уполномоченный по делам религии Вельховой писал, что там с ними делать, с этими верующими и так далее. Но вот чтобы это было на низовом уровне, по, например, сравнить Дальний Восток, Урал, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Краснодар, вы знаете, особо, мне кажется, не была разница. Разница во взаимоотношении со стороны власти там было немножко было от того ну вот Краснодар такой казачий край и все равно достаточно православный в том числе в советское время. Да, там верующие воспринимались непонятно, да, вот какие-то они неправильные, хотя при этом Баптистская церковь в Краснодаре она и в советские годы была очень крупной, очень большой и собиралась насколько я знаю она одна из очень старых церквей баптистских в Краснодаре. На Дальнем Востоке была другая проблема был поток пятидесятников которые туда поехали по пророчеству о белых кораблях вот знаменитая вот эта вот находка находкинское движение вот они туда поехали и в той же самой находке вообще в Приморском крае начале власти говорили а что с ними делать потому что в какой-то момент простите Вера что это за пророчество а пророчество о белых кораблях это пророчество получила одна из одна из верующих о том что надо надо ехать на край земли ну я так примерно пересказываю надо ехать на край на край земли и туда за нами придут белые корабли и заберут нас землю обитаванную да и как раз нашли край земли это город находка в Приморском крае и вот туда они все поехали в надежде что туда появится правда о том что такое пророчество пророчество было кто-то говорит что было кто-то говорит что его в итоге придумали придумала КГБ но это не суть важно но люди ехали действительно поэтому в той же находке власти писали слушайте у нас а находка это новый город это город который в советские годы появился он такой молодой молодой город они говорили у нас этих верующих больше чем обычных людей неверующих что с ними делать и так далее конечно вот потом и соответственно мне кажется нет здесь вот каких-то вот совсем региональных особенностей очень ярких ну я бы наверное не знаю не могу про них сказать это наверное везде индивидуально было спасибо вам большое спасибо за ответ еще вопросы я хотел бы задать Вера спасибо как всегда очень интересно большим удовольствием вас слушаю и вы когда сравниваете верующих простых да не вот этих которые на передовой борьбы простых рядовых верующих которые вы говорите что да это такие же советские граждане как и все остальные вы тем не менее сравнивая их с широкими массами в кавычках интересно у вас несколько критериев таких самых частых например формальные вещи вступали они в теле иные организации принимали войску присягу такие формальные и некоторые неформальные как смотрели они телевизор ходили или не в кино в театры и что-то подобное вот советские документальные пропагандистские фильмы мы помним обвиняли верующих в том что они отворачиваются от света избегают света что они смотрят на жизнь в черных тонах что они живут по эквалиптическим пророчествам художественные фильмы по моим впечатлениям больше их обвиняли в какой-то ханжеской морали что они вот святоши как принято говорить что они ханжи что они гипертрофированы такие правильные благочестивые а на самом деле они лицемерные как вот вам встречались вот такие еще можно вспомнить Кэтрин Вонер которая пишет про украинских пятидесятников что они как-то вот выделяются по таким шаблонам поведения там не берут взятки они стараются не врать даже там где все врут или там они не идут по каким-то не следуют каким-то общепринятым практикам даже не обязательно связанным с алкоголем с куриним ну вот какие-то там случаи которые не трактуются как взятки вот какой-то презент нет они этого не берут они этого не дают что-то подобное у вас есть вот образ повседневный образ какой-то этический образ верующего вот он как-то иначе общается с противоположным полом он как-то иначе себя ведет в повседневных ситуациях что его выделяет от общей массы да Игорь спасибо я кстати сразу вспомнила про внешний вид верующих да когда и поведение особенно поведение ну и женщин и мужчин но прежде всего женщин да в юбках иногда в платках причем что интересно кто-то кто-то из верующих вот мы обсуждали эту тему потому что мне она всегда была очень интересна да вот платок длинный рукав и юбка на самом деле там же тоже было были разные градации с внешним видом то есть девушка незамужняя ходила с непокрытой головой могла не ходить то есть она надевала платок только на собрание замужняя тоже по-разному это происходило в том числе в советские годы ну кстати мне вот в моих интервью с с пресс-виттерами то есть руководствуя с нынешними и руководствами вот церквей теми кто был в том числе такими религиозными лидерами или пресс-виттерами рукоположенными были в советские годы они тоже они ведь все время подчеркивали наши ребята почему-то про мужчин говорилось меньше может быть потому что они реагировали на мой гендер но они говорили вот наши девушки и наши женщины всегда отличались они отличались более скромным видом поведением ну дальше потом все сворачивалось на внешний вид действительно такое такое было а потом в шаблоне вот то что вы назвали шаблоном шаблоном поведения вот наша кстати статья на наше исследование вот с Надеждой Беляковой по поводу честных тружеников да трудовой этики у протестантов у протестантов в советские годы это же тоже очень четко было и это был предмет гордости для них о том что да мы мы не прогуливаем мы работаем от и до и если надо будем работать больше надо выходить в воскресенье мы выйдем в воскресенье то есть для них вот эта трудовая этика была с одной стороны таким способом противопоставить себя другим вот те пьяницы да а мы вот мы не пьющие мы работа и способом еще подчеркнуть ну я не знаю уникальность не уникальность здесь наверное немножко другое слово должно быть исключительность ну вот какое-то вот что-то какое-то такое слово свою инаковость подчеркнуть не за счет религиозности а за счет поведения и поведения именно вот такого рабочего с одной стороны а с другой мне кажется вот тоже интересно в одном из интервью тоже кстати в Перми на мой вопрос там а вы там на демонстрации ходили еще что-то и мне старец говорит не я да нет ну вроде я не ходил нет там не было я же повоскрее просто а дальше идет рассказ о том что работает на заводе на заводе непрерывный цикл поэтому все демонстрации все вот эти праздники тоже рабочие и он в это время работает то есть для него такой вот хороший способ уйти и от участия в этих советских да практиках единения и в то же время работа как мы знаем работа во внеурочное в такое внеурочное время это же двойная оплата двойная оплата плюс получение возможности там к отпуску прибавка и так далее вот это очень интересно да то есть да конечно про работу это много много историй и о том что мы нас ценили даже в армии даже в армии когда рассказывали что вот ребят ну ребята мои мои информанты которые были в армии они так они говорили что в том числе нас ценили командиры за то что мы мы-то работали это же стройбат там надо было лопатой работать очень часто и так далее вот другие нет а мы мы работали ну все наверное Игорь спасибо спасибо еще вопросы пока пока созревают новые вопросы у меня вопрос есть ли у вас ну мы как ну не то чтобы начали эту тему но вы так коснулись ее насчет отношений вот скажем с православием вообще какие отношения вы как вы охарактеризовали эти отношения ну с другими конфессиями которые вы были рядом или никаких не было или был какой-то кумунизм какое-то содействие ну я имею здесь ввиду вот например если говорить про Латвию то мы имеем такую ситуацию что в предвоенное время в Латвийской республике достаточно были ну такие жесткие отношения между конфессиями однако в советское время очень так быстро созрел ну такой реальный не теологический а именно практический экуминизм то есть когда друг другу помогали там православные предоставили там не знаю какие-то свои помещения для католиков там католики там помогали вот староверам и также баптисты баптистам ну то есть реально поняли что сейчас жмут всех давайте держаться вместе ну типа того да пришли к этому к этому содействию которое продолжается и сейчас ну конечно не на теологическом уровне но на уровне что все-таки морали это единая мораль христианской ценности в обществе представление о том что все-таки хорошо или что плохо ну тогда можно это содействие строить вот что бы вы сказали в таком контексте про этих евангелических христиан ну вот мне кажется как раз такого в советское время не было ну вот вот в России вот на той территории которую я посмотрю да этого этого не было все равно все равно было более как бы каждый был в своем в своем пузыре что называется где происходило общение и оно действительно складывалось это это в местах заключения то есть в лагерях есть встречается встречается в тех же самых воспоминаниях верующих ну начиная со знаменитого Алешки Баптиста у Солженицына где рассказывается про верующего про Баптиста сами верующие они верующие христиане они находили находили будучи в лагерях будучи узниками совести в том числе они как бы находили общий язык находили между собой общий язык вот это у них было да и это было в те же самые 60-е я уж не говорю за период репрессии это там конечно другое немножко потому что вот в той же самой Перми да по-моему это я знаю про Пермь знаю про Томск и это уже было после 50-х после 50-х годов то есть уже после смерти Сталина когда верующие верующие протестанты будучи все-таки разными между собой да те же самые баптисты пятидесятники они какое-то время собирались вместе еще буду будучи на нелегальном положении а вот потом уже да они больше расходились а вот в официальном мне кажется мне кажется нет и вот я вспоминаю мне кажется и у того же даже вот совет родственников узников это совет церквей да Лидия Винс они работают они помогали и они выступали за своих вот вот почему-то вот как-то так было те же самые пятидесятники когда они выступали писали там письма протеста они тоже писали про себя то есть да они говорили они говорили от лица верующих от лица протестантов но они говорили прежде всего про свои проблемы вот как-то вот то что я сейчас могу вспомнить как-то вот так благодарю еще одно разъяснение можно ли сказать что скажем так что они сторонились ну политики ну там политики как-то могли участвовать не могли не мог никто участвовать но тем не менее сторонились ли они политики или все-таки это ну самая меньшая часть о которой вы говорили да ну которые участвовали там иммиграционном движении и так далее они как-то тоже стали ну узниками свобод ну совести но не только в религиозном смысле но и в каком-то я не знаю как это назвать диссидентстве там ну взглядах там политических критик как критики у нас как раз я думаю баптисты вдруг стали очень очень политически активны ну вот в конце 80-х годов как раз это ну политическое движение связанное с группой Хельсинки ну то есть правам человека но которая на самом деле уже продвигала возобновляла эту идею возобновления Латвии это были баптисты а вот как насчет политической такой активности ну в скобках конечно в кавычках то есть как насчет ну вот российских регионах украинских казахских где вы работали нет у них да это было меньшинство но в какой-то момент они выходили на взаимоотно на какие-то отношения с диссидентами в том числе с правозащитниками правда совет церквей если мы возьмем хронику текущих событий да то вот я понимаю что там все-таки информация была ну вот для вот я скажу так для диссидентов все-таки верующие и протестанты верующие протестанты они были какой-то такой маргинальной группой то есть и они были вот вот в этом классическом смысле маргинальные они были на обочине на обочине общего такого движения потому что и получая поэтому они получали информацию и в хронику текущих событий включали то что ну то что вот иногда случайно попадалось знаменитый ну знаменитый в узких кругах да приезд приезд правозащитников в кубанскую столицу станицу старо-титаровская старо-титаровская ну и старо-титаровская куда переехал Николай Горитой после того как это как раз один из лидеров эмиграционного движения он пытался выехать из находки эмигрировать ему не удалось и он с Дальнего Востока переехал в противоположную сторону в солнечную кубань да станицу старо-титаровская вот туда приезжали правозащитники и они писали они написали большой отчет это отчет опубликован материала хельсинская группа там есть но это вот совсем небольшая информация про пятидесятников которые встречаются в таких документах про баптистов кстати больше да но мне кажется вот пятидесятники еще они отличаются по крайней мере то то что вот я сейчас вижу они больше были вот углублены в себя да да благодарю вас пожалуйста еще есть вопросы комментарии какие-то размышления вера может вы хотите в заключении что-то вот сказать о том как вы видите как направляется ваша работа в будущем что вы новое нашли ну то что они в презентации говорится так ну подружески поделиться своими чаяниями что это я во первых хочу еще рассказать вам большое спасибо за то что пригласили рассказать про пятидесятников мне кажется сейчас вот вот для меня такой интересный момент с одной стороны я всегда довольно долго долго и много сидела в архивах и собирала вот эту официальную информацию о пятидесятниках потом потом наступил период наступил период когда я стала заниматься устной историей стала собирать истории то как сами верующие то как сами верующие вспоминают то время а еще началось сейчас у самих в церквях стала популярна популярная история и они стали публиковать свои воспоминания и вот очень хочется найти время этим надо заниматься обязательно очень интересно сравнивать интересно сравнивать официальную точку зрения как рассказывают как те же уполномоченные по делам религии или как отчеты КГБ писала про верующих как верующие вспоминают тот же самый сюжет и как как вспоминают верующие словами и как это опубликовано потому что тут же тоже своя цензура присутствует один из этих примеров кстати есть верующие опубликовали вот это ОЦХВЕ Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской они стали выпускать свои воспоминания и есть там воспоминания о Саратовской Церкви и люди пишут о том как их в свое время снимали то есть как проходила съемка документального фильма Игорь может быть вы мне подскажете как он называется если вы я сейчас не помню но это какой-то очень знаменитый документальный фит то ли встать суд идет вот как-то он так это тревожит всех все правильно спасибо а встать суд идет это про Федотова вот и вот какой фильм и подводка к этому фильму и как они об этом рассказывают мне кажется это очень интересно и вот такие моменты когда ты их находишь и вот сравниваешь я получаю истинное удовольствие вот это вот смотреть и сравнивать да ну и еще и еще мне очень очень интересно и ну правда это достаточно сложно когда сами верующие сейчас разрешают иногда разрешают работать в их личных архивах то есть в архивах церквей вот со всеми этими воспоминаниями записками какими-то прочим но это бывает к сожалению крайне редко потому что был период когда они не или они не ценили а скорее они просто опасались да того что вот это вот все информации особенно вот пятидесятники архив РСЕХБ Российского Союза очень хорошая и там много чего сохранилось а вот у пятидесятников в своих церквях конечно очень мало и когда туда удается хоть что-то тебе показывать это тоже очень интересно а еще я очень хочу приехать да я очень хочу приехать поговорить с ну не с латышскими а русскоязычными пятидесятниками да в Латвии потому что это совершенно другое точно так же как на эстонские пятидесятники да в Таллине и так далее но но боюсь пока у нас ковид все эти планы пока у нас все закрыто все эти планы попытаемся уговорить чтобы они все приехали к вам в Тюмень нет я боюсь что слово Сибирь их напугает спасибо большое за такой такой расклад за то что вы поделились с нами с Олега хочу передать снова слово тебе как руководителя микрофон не включ